Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Приступаем к ежедневному отчету, что было у нас за прошедший день. Номер 46. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 26.01.2016 год. Так, как эпиграф к этому ролику только, к этому ролику. Кругом измена, трусость и обман. Кругом, известная фраза последнего российского императора Николая II, записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Вот это видеть надо везде. Везде. В руководстве страны, стран. Везде и всюду. Особенно печать это на России. Империя лжи. Империя зла, как ее Рейган назвал. И не надо это отрицать. Просто надо помнить. И особенно это ложь в церкви. Особенно в патриархии. Везде. От самого начала до конца. Вот сейчас все. Вот 8-й Вселенский собор, патриарх поехал. Вселенского собора нет. 8-й Вселенский собор. Все православные. Для православных. Они там уже кое-что изменяют. Ну я вчера вышел на меня отец Наум. Это мой крестник еврей из Билиси. В моем доме он пришел в православие. Еврей. Вот по одному еврею пусть через каждую придет и вопрос решен. А просто лаять вокруг меня-то это ничего не даст. Работать надо. И вот он как раз вопросы по этому задавал. Ну 10 пунктов какие там были. Посмотрел. Ни одного нет божественной евангельской. Ни одного. А зачем? Они номенклатурщики, работники. И только так территория какая, кого как признавать, какая конфессия, динаминация. Слово конфессия, динаминация не евангельские слова. Это ересь. Напротив конфессии всегда ставь ересь. Есть церковь и есть ересь. Придумали какие слова прикрылись. Святые категорически запрещают делать подмену слов. Если взял вор. Воры, когда сидишь в тюрьме, он не говорит соворовал. Взял. А что? Да прокатился. Прокатился, то есть угнал машину. А что? Ботаник. Ботаник. Что означает? Наркоман. Травами занимается. А дальше я говорю, что я не бываю. У меня есть страница ВКонтакте, Одноклассника, Фейсбук, Твиттер, журнал свой есть. Но мне это все не нравится. Нет выход на массу. И поэтому ко мне что пишут там? На наш форум. Вот у нас форум я покажу. На наш форум это все перекидывает. Вот. Вот он форум наш какой. Ага. Это даже еще и не видно. Вот он форум. На него они перекидывают. Модераторы там, администраторы работают. На меня. Тут я отвечаю и уходят. Я прошу не делать сейчас, как раньше было. Пишите прямо сюда. Прямо заходите на форум. И на форум буду отвечать. На нашем форуме нет споров. Вообще нет споров. За полгода ни одного нет. Ну, бывает сумасшедший какой-то завалится, юридик. И начинает пакости делать. Поэтому его предупреждаем раз, другой раз. Ну, а потом, говорится, за хвост дали я ему. Какой разговор с ним? Вот это передавать сюда. Вот о чем. Краткая показа. Вы читайте. Дальше. Объявление даю какое. Чтобы ролики помогли мне сделать так, чтобы они были легко находимы. Что там внутри-то их есть. Я в конце покажу, как это делается. На какой минуте, на какой странице. Вот. Прочитайте здесь и увидите. Вот. Показать на какой секунде. О чем говорится. Дать содержание, оглавление роликов. Роликов много. Больше четырех тысяч наших роликов. Ну, и вот это вот нужно сделать. Дальше. Что мне написали за день? Это маленькая часть того, что было написано. Малая часть. Потому что есть просто поздравления какие-то или что-то. Но последние дни как-то вот это нахальное кодло патриархийно отступилось. Не видать. Они в другом месте где-то там шакалят. Дикие шакалы, я их называю. Как называют их. Рамазан Кадыров. Все эти. У них ничего нет. Они выдохлись. Клеветали, клеветали. Мне то уши, то рога нарисовали. Они были бы здесь. Я бы их поставил в угол. У меня была здесь местная газета. Московский комсомолец на Алтае. Написали. Община там. Ну, Лапкина без прикрас. И нарисовали. Черт с нагайками стоит там. С наручниками. И община Игнатия Лапкина. Я их всех нашел и попросил сатисфакции. То есть удовлетворения. Что опровержение. Нет. Все подал в суд. Хитро как. За регистрирование. Главное у них в Москве. Московский комсомолец. А здесь под отделение. Не в Барнауле, а в Горном Алтае. Поймай. А суть только по месту. Но Господь позволил все это разгромить. Заплатили. Москва заплатила. И потом не хотели платить. Их сразу предупредили конфисковать. Своимущество редакции. Мгновенно выплатили. И за то, что не заплатили. Неделю они промолчали. За них штраф в два раза больше был, чем мне присудили. С ними играть не приходится. Вступило в действие. Были бы эти георгеры. От них даже пуха, праха не осталось. Ну а что ты сделаешь здесь? Разные имена. Там какие-то обличители. Петровы, Ивановы, Сидоровы. Там безбожники. И особенно лютые. Которые часто исповедуются. Часто причащаются. То есть не готовы. И особенно лютые из лютых. Это имеет отношение к какой-то миссионерству. То есть они не имеют никакого. Ну к оделам там образовали. И вот здесь они. То есть бешеные. Как с человека демоны какие-то. Как Златоуст говорит. Хуже демонов. Что дальше писали мне? Спаси Христос. Зимба. Игнатий Тихонович. Ну что Зимба? Ну что это имя, фамилия? Ни фотографий, ничего нет. Ну заранее говорю. Ну не делайте так. В моем мире я покажу. Заходят в мой мир. Ну это система такая. Мой мир. Ну вот посмотрите. Сколько у нас всего. Вот фотография. Вот ко мне приходят люди. Поглядите. Вот показываю. Один, второй, третий, фуражки. Здесь непонятно, что дальше насыпано. Или сфотографируется. И во весь рост чуть-чуть видать. А там храмали, что даже не с храмом знакомились. Вот так, чтобы было. Как вот стоять. Бедно было глаза. Поворотом сюда. С поворотом головы не принимаю. Очки темные выкидываю. Ну никаких храмов не надо ставить. Свою фотографию поставьте. Вот покажу только. Которые приходили. Ну вчера пришли. Вот они стоят. Сами посмотрите. Вот, ну что это? Дельфин, цветочек. Я с ним буду? Вот, пожалуйста. Вот это номер решила детей показать. Вот просто посмотрите как. И решите. Вот это вот негодица уже слишком маленькая. Надо делать вот. Вот с бородой Марьясов. Это как образец. Вот новый человек. Тоже что-то вставлял. Я предупредил два раза его. Какого фамилия там? Серебряков. У него там даже непонятно что. Не будет фотографии, значит больше не заходить. Он поставил фотографию и уже благодарит, что получил. Вот Галендухин. Знаете как с бородой. Вот я прошу всегда русских людей быть внимательными. Вы смотрите как рот закрыт. А вот здесь зубы видно. Это не годится. Когда зубы смеялся, теперь может быть слезами заливаешься. Фотография не соответствует действительности. Вот она. Видите какая фотография. Николай. Кто тут? Веселов. Ну, Веселов. Ну, просто посмотрите как. Как выглядит. Ну, вот это что за мусор такой? Женщина здесь. Вот эта хорошая одета, нормально. Но надо весом повернуться сюда. Это далеко. Плохо тоже видать. Вот. Вот образец. Вот как надо делать. Вот образец. Просто показываю. Ну, один глаз. С глазом я не держу. То есть, вот очки. Это не в друзьях. В друзьях их нет. Они просто пришли посмотреть. Вот. Просто посмотрите как. Вот храм. И там чего? Чего я с храма купола, что ли, знакомился-то? Ты сделай лицо, чтобы было видно. Это вот. Вот образец. Вот мужчина. Вот мужчина. Ну, тот же кот об сторону завернул глаза-то. Вот она, женщина стоит. Смотри прямо в глаза. Чтобы увидеть глаза. Чего-то кот это выворачивает их. Голову заворачивает. Ну, тебе показываю сколько. Просто, чтобы были внимательные. Дружить, значит, дружить. Не дружить. Ну, еще называть дружбой-то. Нам есть что показать вам. Что он пишет? Игнатий Тихонович, приветствую. По поводу боли в плече, в предплеще. Бывает иногда из-за зажима нервов в позвонке. Это где-то седьмой позвонок. Вы знаете, самое точное. Врач так и говорит. У меня позвонки раздавлены. Я всю жизнь на стройке работал. Не лукавя. У меня три грыжи. Одно сделали операцию, вырезали. И где что болит, оказывается, это там зажимает. Она не болит. Видите, я этой рукой уже кручу. Что интересно, в связи с низверца упал. Вот руку ту шкуру завернула, вот так отлетела. Тут я так приклеил. А это перестало болеть. Удар тоже что-то значит. Я шел с мамой как-то со своей. И скользкая дорожка так. Я не посмотрел на маленькое. Приотстало, упало и головой ударилось. У нее все время в голове шумело. Встало. Сынок. Так у меня в голове перестало шуметь. То есть одним выстрелом и все вышибло. Это где-то седьмой позвонок сверху от головы. Правильно. Правильно. Это место, где операция была. Вот человек, я его знать не знаю. Совет дал абсолютно точно. Помассировать здоровой рукой эту область. Дальше. Порой мгновенно проходит боль. Нет, нет. Больше недели нельзя было руку поднять. Даже не раздевался, ложился, одевший. От которой страдал человек несколько месяцев. Постскриптум. У меня так болело. И раз по телефону, так вылечил друга. С уважением, Сергей. Благодарю, Сергей. Так и есть. Все. Точный анализ. Алексей Коранов. Игнатий Тихонович, есть такие выражения. Не желай другому чего, себе не желаешь. Или как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Да, это так говорится. В двух местах писания и что? Вы сами не идете в Московскую Патриархию. Говорят, что там вас ждет смерть. А зачем людей посылаете? На смерть, что ли? Понимаете, здесь надо шире смотреть. Я не иду. Для меня смерть. А если я посылаю, я не на смерть посылаю, чтобы вы там трудились. Мне нельзя быть. Они на меня злобятся. А вас они не знают. И вы начинаете там работать. Мне не работать, не зайти не дают. Наших людей даже в храм не запускают. Вот она стоит на улице на морозе. Они совершенно одуревшие попы от злобы. Мне все время на память приходят слова Исидора Пелосиота. Он говорит, предвзятость, заранее настроенная, не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Как глухонимые говорят, стерто. Переформатировать надо сознание на любовь ко Христу. И дальше. Предоставьте людям выбор. Предлагайте еще и катакомбную церковь. Предоставьте. А я еще отнимаю, что ли? Но я в катакомбную не могу посылать. Ее никто нигде не знает. 500 мест проехали. Ни в одном месте мы их нигде не встретили. Куда я буду посылать? Выходите и ищите. Открытая, официальная церковь, как говорится, государственная, публичная. Развращенная. Искаженная. Но она открытая. Я признаю ее благодатной. Вы же сказали, что она самая истинная. Пусть люди в ней находятся и обличают для исправления Московскую Патриархию. Так хотя бы живые останутся, как вы остались. Да, вы именно так и есть. Делайте это, пожалуйста. Я туда не посылал, посылать не буду. Их нигде нет. Не видно. Даже в Барновле я не знаю, где они. А то нехорошо получается с вашей стороны. Это одно и то же, что, например, утверждать, что в такой-то шахте есть золото. Но я туда не полезу. Так как находиться и работать там опасно для жизни. Я буду работать вне ее. Я как раз и работаю в Московской Патриархии. Все для них. И проехали. И в ней работаем там. И встречаемся с архиереями. Пишу материалы. Выступаю в церкви. Говорю проповеди в храмах Московской Патриархии. Это неправильно совершенно. Ну а вы полезайте и хорошо запомните. Я туда не пойду. А вас поддержу только со стороны. Нет, как раз ко мне это не относится. Где здесь логика? Я как раз работаю, тружусь. Приходят люди. Пишут, звонят. Все Московской Патриархии. Все время звонят по телефону. Я хочу с вами. Мне нужно... Я ни одному человеку не сказал. Давай встретимся. Я говорю, здесь есть храмы. Там хорошие священники. Называю, где вы находитесь. Там-то в том городе. Идите туда. Куда я их буду вызвать-то? Это нереально. Это не работник. Дальше. Отец Наум Баршаков. Вот это мой крестник, о котором я говорил. В Тбилиисте. Наум Израилевич. Еврейский стопородный. Отец вопрос о крещении. Это отец, это он меня зовет. Почему? В моем доме он пришел в православие. Вот эти, которые вякают там. Ну пусть покажут одного еврея, чтобы стал священником через них. И вопрос решен. Вот меня допрашивает следователь КГБ, допустим. И он стал священником. Ну сделайте, чтобы один сотрудник КГБ стал священником. Не можете. Это благодать делать. Благодать. Поэтому я знаю эти лицемеры, которые на меня нападают. Это лицемеры. У них ничего нету совершенно. Совершенно. Работайте. 21 тысячи сел разрушены. Возьмите землю. Найдите людей. Составьте. Ну получите статус. Что мы сделали? Не получится. А если получится, сообщите где. На новом ровном месте создайте лагерь. Православный трудовой, как наш. Я 44 года директор его. Начальник. Вы ничего нету. Я не могу ничего сказать этим людям. Что нужно дальше? Одна пожилая дама в возрасте просит крещения. Я ей предложил, пойдемте в храм, где есть купель для полного погружения. Там покрестимся. Она ответила, я болею и не могу входить в холодную воду зимой. Я ей предложил, что будем молиться и приходи на службу. Посоветуемся и решим. Жду твоего ответа. Откуда взяли, что нельзя греть воду-то? Почему? Об этом Михаил Васильевич Ломоносов говорил. Попы крестят в ледяной воде, чтобы сразу и килихи эти справить. То есть похороны. За крещение, за похорон можно было взять. Нигде этого не известно. Никакого запрета нет. И так понятно. Холодно. Нагрейте воду. Я отвечаю. Воду можно сделать теплой. Можно дождаться лета, как у нас. И после 7 июля прокреститься. И только с полным троекратным погружением. Только. И никак иначе. Отец на ум в Швейцарии. 22 января 2016 года. В православном центре Константинопольского патриархата Шамбези. Началось собрание. Об организации 8 Вселенского собора. Смотри речь патриарха Кирилла. Я думаю, что ты не оставишь это событие без комментариев. Вчера мы как раз с ним долго говорили. И этот ролик будет на той неделе. Я его не стал трогать. У меня закачка идет. Один ролик закачать 6 часов. То есть очень медленно. 6 часов. И поэтому я должен просить, чтобы где-то в другом месте закачивали. Иногда отсылаю в другую область совсем. Слово сказать. Мне нужны новые сайты с разных мест. Мне очень хотелось иметь где-то на юге, там в Малайзии, где-то в Австралии или где-то. Я в Америке сказал, там сразу открыли копирующих наши еще два сайта. Ближний Восток здесь это сделали. То есть запасные, если что-то погубят, сохранить это сокровище. Люди откликнулись. Кто может, значит, постарайтесь взять расходы, конечно, на себя. Дальше переговорить. А как это, что делать? Ну, надо решить. Наши ресурсы. Это сайт, форум, ютуб. Особенно ютуб. Ну и форум 1587. Дальше. Если сочтешь нужным, то могу задать тебе эти вопросы по скайпу. Назначь время. Отец на ум в 8-м соборе. Наше слово о том. Вот я ответил. Вот как называется. Называется уже ролик составлен. Запомните его. Райхан Джайнакова. Как вы относитесь к тому, что люди попадают в ад и рай? То есть люди свидетельствуют. Ну, то есть она имеет в виду, которые обмирают. Вот обмирают. И они говорят, что вот так-то. Увидели. Я отвечаю. Очень многое обольщение от сатаны. Почему сектантам, которые обмирают, не показано, что они не церковь? Ни одному не показано. Почему православным не показано ни разу, чтобы они жили по Евангелию? Подвязались единодушно за веру евангельскую? Никому. А вот Серафим Роус об этом говорит. Вот это пограничное состояние, тут особенно летуют демоны, духи. И поэтому, которые обмирали, там, христианин такой-то, такой-то. Не верьте. И они даже ничего не знают. А что об этом известно? Житие святого Василия Нового. Феодора Цареградская. Этого достаточно. Достаточно. Житие святых. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович, вот это в точку. Откуда вы узнали, что я приболел? Внезапно ныне с семьей слегли. Высокая температура, вирус, видимо. То есть я стихотворение свое старое поднял о болезни. Сейчас прочитаем его. Благодарю Вас за такую поддержку. Если сочтете нужно, помолитесь о нас. Мы же из Средо Сиеве благодарим Господа. Помоги ему, Господи. Новая заметка от Кураева. Вот видите, какая есть. Вы сами посмотрите, это заложите, скопируете или как там. Ну, я не знаю как. И почитаете. Увидите, как там крестят в кавычках. Из ковшика митрополит поливает. Его не надо выпускать из храма. Сразу арестовывать и извергать. Согласно канонам 50-го. Беззаконники. Я могу назвать только лютые волчары. И показывают в двух местах. Он показывает и поливает, брыжет. Что, полностью окатоличные. Какие тут соборы помогут-то? Да разве было это православие? Да рядом уже есть старые обрядцы. Посмотрите, как крестят. Но скажите, вот старые обрядцы 300 лет теперь с Никоновской реформы, с Никоньянами не знаются. А их 50 разных толков. Там дырники, голбежники, поющие, нетовщина. Эти, которые там в разных местах, за рубежом. И все разные они. Со священством только два. Это Белокринитская иерархия и Новозыпковская. Ныне никто ни разу ни одного не мочением и краплями. Ни одного. Ни одного за 300 лет. Ну, что доказывать? Та же страна, тут же живут люди. Безумие. Ника, класс. По поводу причастия. Это точно. Батюшка прям силком заставляет причащаться. Говорит, что раз в неделю надо обязательно причаститься. Это вообще, не придумаешь даже. Даже и такое наблюдается, что человек зашел и не успел на исповедь, или вообще не знает, что такое исповедь. И батюшка прямо перед чашей, во время причастия, накрывать его гипетрахилию, тут же причащает. Что же будет? Смерть. Смерть во весь рост стоит в храме. Если недостойно причащается, золотого, говорит, губит себя, священник, и того, кого причащает. Без эпидемии. Потому немало умирает. Многие больны, немало умирает. Больницы забиты из-за частого причащения. Кладбище наполняется из-за частого причащения, неготовости. Часто означает неготовность. Совершенно. Ни каноны не высчитывают. Живут в грехе. Блудил сегодня, и завтра причащаются. То есть, разврат. Бандиты церковные все это делают, как назвал их патриарх Алексей Второй. Вообще, паранославной веры нету, как таковой. Это огромная секта патриархии, как ее называют. Самая главная секта страны. Если такие страшные последствия недостойно причащающимся... Ну, я бы сказал, какие смерть. Сергей Козлюк. Под каждым словом подписываюсь. Как всегда, для кого-то тяжелые слова, а для кого-то укрепление вдохновения. Так уж устроено все. Это на мои выступления, говорит. Александр Марьясов. Люди, ничего не знающие о Боге, или имеющие о нем самое смутное, ложное представление, научаются купаться в проруби, креститься у икон, ставить свечи. И все это без Христа. Смотрите, все это без Христа. Это мои слова. Я это говорю. А, да это лжеправославный, псевдоправославный на меня. Но посмотрите, кто это говорит. Это не я говорю. Считай дальше. На наших глазах создается суррогат религии, который выдается за православие. Суррогат религии, который выдается за православие. Это говорит человек, духовник Путина. Ближайший к патриарху. Дальше. И люди входят в эту странную религию, потому что не имеют реального представления о том, что такое церковь на самом деле. Это все попы устроили такое, такое царство на грехах. Грехами народа, мародерствуют с покойниками. Все везде, деньги, корысть и трусость. А Игнатий виноват? Я говорю о том, чтобы этого не было. А вы попов ругаете. Зачем ругать, когда Господь говорит, вы благословляете, а я проклинаю ваши благословения. Поэтому бойтесь священников, когда они не по слову Божию делают. Бойтесь. Вы благословляете, а я проклинаю. Проклятием вы прокляты, весь народ, потому что десятину не платите. А десятине вообще речи нигде нету. Вообще нету. Торговля. А десятина с бабки счетом возьмешь. Они же понимают. Это разбойники в рясах. Дальше. И люди входят в эту странную религию, потому что не имеют реального представления о том, что такое церковь на самом деле. Последствия этой псевдорелигиозной жизни без живого общения с Богом очевидны. Как для человеческой души, так и для национально-религиозного сообщества. Это строительство дома на песке. Епископ Тихон Шевкунов. Его поставили уже епископом. А я только спрошу. Дорогой епископ Тихон, в этом участии ты имеешь создавать такую религию? Религию мрака. Святое не для святых и прочее. Это можно скаламбурить. Можно составлять. К Евангелию ты не призываешь и ты. Фильмы ставят там. Крушение Византии. Да, аналог есть. Похоже. Дальше-то что? Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Снимите с себя эти попоны конские. Идите и проповедуйте. Слова, как говорит верно, видно, что умница. Это новая религия. Я все время говорю. Создали совершенно новую религию. Христос не религию создавал, а кровь свою отдал. Страдания на Христе тебя он искупил. Саша Дрондин. Здравствуйте. У нас в лифте есть рекламный щит. Я решил тоже на стене лифта клеить небольшую бумажечку, напечатанную на принтере, евангельского характера. Пока человек едет на свой этаж, есть время прочесть. Чем рекламу читать? Но их постоянно кто-то сдирает. Как вы думаете, продолжать ли мне клеить Слово Божье? Продолжать. И еще вопрос. Красная книга Святой Евангелия, которую у нас в Ульяновске раздают православные бесплатно, крупным шрифтом, не ваша? Ну она не наша, ну как говорится, не наше издание. Там благословение Патриарха написано, хорошая она. Издание Сибирская Благозвонница Москва. К ней прилагается визитка всех ваших сайтов. Вот так. Мы знать не знаем, где там прилагается. Люди работают. Да, мы одобряем это, это наше. Я очень понимаю парня в том плане, что у нас в семье нет старейшины, который бы нас учил и приучал к церкви, к Библии. Я сама шла в церковь, сама ищу Бога, нет поддержки от родителей. А так хочется, чтобы в каждой церкви был человек, который бы учил детей, давал ответы и приучал. Не просто проповеди и все по домам. Мои дети три года сходили в православную школу в Монреале, Канада. Сейчас они в России, но от Бога дальше, несмотря на то, что в России больше церквей и одномыслящих людей. Дальше стали, но отвечать за это кто-то будет. Всей жизни не хватит рассчитать, и она за того сговорит. За них Христос умер. Ходят в церковь, но теперь они стали еще дальше от Бога. Нет ласки в глазах батюшек. Нет радости тому, что дети и в Доме Божьем нет внимания. Ну, ласки в глазах, там это не надо искать. У батюшки свои глаза есть. Я за это не согласен. Ты делай, что есть. Не ищи заранее нарисуй портреты, как они пришли рассказывать. Вот у нас мы храм строим, батюшка, это к владыке. Так нам бы священника надо. Такого вот. А какого надо? Ну, чтобы представитель не был, видел, как Александра, угольщика Камандского избирали. Так, еще что? Ну, чтобы с властями у него хорошие отношения были. Ну, голос был, чтобы у него такой зычный хороший. Проповеди говорил хорошие. Ну, нарисовали все, как он. Есть такой у вас? Он говорит, такой и есть. Он пошел, вытаскивает, выносит фотографию какую-то или рисунок. Вот. А такого нет. Вот на бумажке вы рассказали, я вам бумажки даю. Ты-то вы такого из среды себя возрастите. Тогда там были несколько группировок. Одни, чтобы был богатый епископ, другие, чтобы красивый, другие речистый. Оказалось, он угольщик. А слов короли, чтобы авто не угнали у них туда. Ну, кто-то произнес, не могут согласиться. Это вам еще только осталось, угольщик оставит. Он, Григорьевич, удотворец был. А кто это такой? Ну-ка, приведите. Обмыли его, стал говорить. Там ума палата. Писание знает. И когда вывел к народу, народ так и ахнул. А они его проходили даже. Сашка, здорово, здорово. Уголь жгешь? Да, жгу. А они глаза сверкают, как у Никиты. Ну, и все. И поставили епископом. Дальше. Ну, давайте посмотрим, что теперь у меня по другим этим, по разным пришло. Вот, пишет. Это на форум. Мир вам. Не удалось добавить в комментарии к ролику номер 43. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. Отставлю тут. Это ошибка про то, что лишь Распутин говорил о гибели империи. Как и про нежелательность войны. По крайней мере, в записке Петра Николаевича Дурнова эта тема также поднималась. Но его мнение было более аргументировано, чем Распутина. Почитайте, как будет свободное время. Видите, люди относились к этому. Так, писали многие об этом. Но пророчески говорю, когда он говорил, что это будет, как он вопил. Уже прирезанный лежал в больнице, и папа, только не делай мобилизацию. Ну, никто этого не делал. Никто. Это пророческий глаз был. Погибнешь ты, семья твоя, вся империя рухнет. Они говорили, высчитывали. Ну, это совсем не об этом говорили. Ну, тут все правильно говорит. София Кунек, Горбуз. 53 года, Коломы, Украина. Игнатий Тихонович, спаси Христос, что так красиво читаете и рассказываете нам о житии святых наших. Ну, это да, я читаю. Ну, вот так. Вот, жития святых, говорит. А где жития святых, некоторые не знают. Вот, посмотрите, я покажу. Это наш православный видеоканал. Смотрите, как он называется. Заходите сюда. Зарядите в Ютубе. А вот дальше сюда, если вы нажмете, вот здесь вот главное, вот, вот главное. Тут откроется вот жития святых. По одному ролику идет на каждый день. Моим голосом начитано было 80-е годы, а теперь оформляет один человек. Их выставляет. Заходите. Этого нету во всей мировой сети. Нигде. И у святых вы научитесь многому. Терпению, скромности, страху Божию научитесь. Это у них было в избытке. Не шли на Евангелие, это главная их беда была. На проповедь. А здесь все, я каждый день это перетаскиваю и в мой мир. Вот здесь вот. Вот оно у меня, мой мир. Вот, видите, жития святых я показываю. То есть все дублирую и на мой мир переношу. Моя страничка. Вот такое себе сделайте. И дальше. Александра Иршинска, меньшего, 57 лет, Брянск. Игнатий Тихонович, я пересмотрел свои взгляды и решил открыто участвовать. Если вам еще интересно. Хочу написать вам свой взгляд на мою жизнь. Трудилась вчера весь день. Она трудилась весь день. Так, меня потрясло, что? Меня потрясло в событиях, когда услышала, что люди, о которых я молилась, попали в аварию. И получили незначительные травмы. Один сломал одно ребро, другой четыре. Так, она написала очень много. Я буду показывать. Вот это считайте, просто я не успеваю. Вот я задерживаю. А вы тормозите и просчитайте. Теперь смотрите, сколько она написала. Весь день трудилась. Вот это снова считайте. Я задерживаю. Вот кто-то что-то делал, говорил. То есть, такие подробности. Вот сколько написать надо было. Дальше читайте это все, если сосчете нужным. Ну, раз она написала, я теперь... Смотрите, сколько написала. Я задерживаю, а вы тормознете и там просчитаете. У меня времени нет. Вот смотрите, это все она написала вчера за один день. Но надо ли это, или не надо было писать. Я не комментирую. Слишком много, это невозможно просчитать. Вот, видите, сколько. Это... Это не просто так. Видите, даже и то, не считая, и то, как много времени уйдет, чтобы... Вот. Дальше считайте. То есть, это невозможно, иначе у нас целый час уйдет. Ну, и все. Дальше. Александр Васильченко, 35 лет, Рудный, Казахстан. Он был уже. Игнатий, дай вам Боже здоровья. Здравствуйте. Когда я начал молиться Господу нашему, от меня ушла супруга. Сегодняшнего дня я один. Вот, видишь, как легко ему теперь. Она детишек забрала, даже вызвала полицию. Ну, те посмеялись и уехали. Она собрала детей и ушла, но перед этим позвонила работникам с нашей работы, чтобы они меня вразумили. Чтобы вам было бы понятнее, она работает мастером техбригады, а я там же бригадиром. И тут меня спас Господь наш, потому что они приезжали пьяные, но Господь наш дал мне слово, чтобы их разумить. Теперь я догадываюсь, что такое быть гонимым. Дай вам Боже за ваш непосильный труд. Ну, а как вы это... Это благодарю, если так понимаешь. Самое первое. Считать надо было Священное Писание. И не женись. Выхода никакого нет. Никакого выхода нет. Ты же не можешь разбестись, три раза крикнуть, я развожусь, как у мусульман. И все, она уже в дом не войдет. В чем была, в том должна выйти. Тут-то нет таких законов. И поэтому вы будете иметь скорби по плоти. Павел говорит, а мне вас жаль. Ну что, у тебя скорби, нам жаль. Выхода никакого не думай. Александр Гембержевский, 40 лет, Первомайск, Украина. Вот в Первомайске мы были. Там книги мои, вот они. Еще он пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Прошу прощения. Я смотрю ваши ролики постоянно, с каждым днем все более и более. Вами восхищаюсь и учусь у вас. А учиться это главное. Вы мой наставник. Понятия не имею. На Украине, Первомайске, не знаю. Там у вас в Центральной библиотеке мои книги. Вот там и посмотрите, научите. Или здесь заходите на сайт. Вот здесь зайдете на наш сайт, я сейчас покажу. Вот наш сайт. Вот здесь вот все книги. То есть они 38 в бумажном варианте. И кажется 7 книг тому, в каждую тему 652 страницы. Телефон звонит. Слава Иисусу Христу! Старшая сестра проверяет, живы мы или нет. И вот здесь я к этому еще и вернусь. Легко переходить на форум, видеоканал. Это наш сайт. Вот с чего мы начинали здесь все это пока трудиться. Ну и считаем дальше. Вы мне так по наставлению, на моего отца похожи. Мне очень повезло, что я увидел ваш один ролик, а потом решил посмотреть второй. И как потянуло, такое наслаждение испытываюсь. Вот, пожалуйста. Спаси Христос вас. Вы знаете, вот его узнали, как звать. И те, которые вокруг меня злодеи крутятся, они сейчас на таких людей выходят. Да Лапкин это псевдо, Лапкин это гуру. Он зомбирует. То есть у них больше нет ничего. Лай. Шакарь его издают. Всех заливают буквально. Ну какие же это верующие-то? А то демоны вырвались на свободу, только и скажешь. Спаси Христос вас. Простите, если надоедаю. Просто вы, ваш сайт, отдушина моей жизни. Не так написал. Не отдушина о наставлении, уразумлении. Хотя и отдушина и спокойствия на данный момент, это да. Игнатий Тихонович, я навсегда преклонил голову пред вами. Ну это не мои слова. Представьте, приходит у нас ректор, в университете я веду занятия, 21 тысяча студентов. Где-то из 18 стран только там учат. Очень известный технический университет в городе Барнауле. Евстигнеев Владимир Васильевич, доктор, академик там. И он перед всем народом. Никогда не, по-другому нету. Обязательно обнимет, поцелует и всем людям незнакомым. Я преклоняюсь перед этим человеком. Представьте, человек не нашего круга. Почему? Бог так делает. Люди не нашего круга, повторяю. Проректор приезжает сюда, сидим мы дома, беседуем. Люди, мэр города приезжает. Люди, которые ничего не знают, они клевещут. Нет, ну, слова правды-то нет, но мне это благо. Радуйтесь и веселитесь. Без этого нельзя, они нужны. Но их-то жалко. Это участь их совершенно плачевная. Максим Федотов, родной город Иваново. Игнатий Тихонович, доброго времени суток. Поддерживаете ли вы общение с общиной Вознесенского прихода РПЦЗ города Барнаула? Нет, не поддерживаем. Не, не, не поддерживаем. Просто, нет. Я, как правило, РПЦЗ, вот и говорят, они ничем не отличаются от московской патриархии. Только устав не подошел. Совершенно такие же. Такая же торговля идет, такие же бритые люди. Все то же самое. Ничем не отличаются. Мы-то полностью отличаемся. Не похоже. У нас тишина. За семь минут до начала богослужения обязаны все войти и замереть. Семь минут молча молиться. Даже движения ни одиного нет. Даже не кланяться. Через семь минут начинается богослужение. Вы просто посмотрите, как у нас идет. Какие люди, как одеты, как дети ведут себя. Какой порядок в храме. У них ничего этого нет. Это точно такое же. Я знаю, там Георгий Титов должен быть. Михаил Тронин. Потому узнает все. Георгий Титов, повторяю. Георгий Титов. Хороший священник. Он маленько заикается. У нас вот одна была инакиня. Не наша. Патриархийная. Она где-то работала при больнице. Там недалеко Андрея Первозванного храм. Ну и священники в больницу эту забегают. Там кого покрестить? Кого покрестить? С чашкой-то. У нас в дешевле, чем в храме. Торгаши. Беззаконники. Она стала ходить к нам на занятия в университет. И узнала. Милославская Ольга. Узнала, как крестить. И батюшкам говорит, батюшка, так люди-то совсем еще не знают, что было. Но учить надо. Но ты учи. Они не знали, что сказали учить. И она стала их учить. А они друг перед другом бегают. Там исак собирают. В следующий раз приходят, они обнимают. А что случилось? Почему никто не хочет креститься? Их спрашивают, а почему не стали никто креститься? Люди-то новые. С ребятишками лежат. Детская краевая больница. А почему никого нет? Так у нас тут женщина работает. Продает там атрибутику разную. От храма она работает. Церковные книги, книжечки там разные. Она сказала, что надо сначала познать Бога, уверовать. А они говорят, а ты им говорила? Да кто тебе разрешил? Так вы же батюшке сказали. А что делать? И там один. Да выгнать ее отсюда. И они ее выгнали. Отобрали, выгнали. Выгнали и не поставили печать, что она работала. И она на биржу труда ее не принимает. Где предыдущая работа была? Она пришла, что делать? Я говорю, епископу писать. Епископ Максим был, Дмитриев. Он сейчас там в Ельце. Какое они ответили? Никакого. Мертво. Патриархию, епархию писать бесполезно. Там никого нету. Муляж. Ничего нету. Что делать дальше? Она подала в суд. И суд начал судить. Там работницы какие-то в других киосках были. Они говорят, да, она работала с утра до вечера, как мы, по расписанию. Да, работала. А они говорят, она не работала. И вот этот отец Георгий, у него юридическое образование. Я говорю, хороший батюшка, но я говорю, то, что видел. И вот он выступает. А она не работала. Он юрист от епархии Барховольской был. Когда вышли в коридор, я говорю, так как же отец Георгий? Она же работала. Ну, конечно. Ну, как же вы, говорите, я работала. Так она в суд подала. Мы что должны делать? Я так гахал. Да это ж... Да разве же это можно так-то? Женщину выгнали, выкинули на улицу. И теперь... Вы что, в уме или нет-то? Но Нина Васильевна Жемоедова была судья-то. И она вырешила в ее пользу. Но маловато денег. Она подала в Краевой. Краевой удовлетворил ее. Вот отец Георгий. Я его знаю. На наши отношения пусть это не появляет. Пусть избавится от патриархийной лжи. Патриархии тройная ложь непрерывная. А он порождение ее. Как знать это? Я не знаю, как можно знать это. То есть мы молиться только можем. Что дальше? Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. От Иоанна 13.35. Не меняй статус и меняй себя. Родной год Благовещенской. Республика Башкорстан. Отлично. Не знаю, это взрослые они нет. И с поездками стоят, только борода нет. Вообще замечательно выглядит. Мир вам, Игнат Тихонович. Вопрос такой. Что вы знаете о предсказаниях Паисия Святогорца? О том, что скоро будет война с Турцией, Константинополь вернется к грекам и так далее. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Должен ли священнослужитель и церковнослужитель платить десятину, если питается от церкви? Ну, в первую очередь, о Паисии. Вот он говорил, воевать будут русские, а греки воевать не будут. Они завоевают Константинополь, а Стамбул-то им отдадут. Ни одного слова у него нету там божественного. Нет, а это их ностальгия. Они потеряли когда-то, за беззаконную жизнь Бог отнял это, и пришли мусульмане, все завоевали. Мне это не касается. Относительно десятины. Ну, как Бог говорит, так и надо поступать. Давай, прочитаем. Считай. Книга чисел 18-26. Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее все сожжения, Господу, десятину из десятины. Всего двенадцать колен. И когда делили землю, разделили на одиннадцать частей. Левийную колену, квадрат они дали. Только в городах живут, где... А как жить? А вот все вам будут давать десятину. И получается одиннадцать десятин. А вот одиннадцать это... Одну отдадите Господу. И у вас будет ровно как у всех. Вот как было сделано. Это Бог сделал. Отменил кто-то десятину? Да никто не отменил. Откуда взяли, что отменили? Ну, давай, прочитаем. Евреям, считай. Евреям 7-8. И здесь десятины берут человеки смертные. А там имеющие в себе свидетельства, что он живет. Вот так. Берут. Павел писал уже в Новом Завете. И здесь десятину берут. Но платили не десятину первое, а все полагали к ногам апостолов. А если священник не берет, положи к его ногам десятину, иди, не будь вором. Тут, видите, у нас один ролик был. Оказалось, одна наша уходила как раз к этому Георгию, о котором сейчас говорим. И она была два года, там десятину не платила. Но оказалось, она треть десятины заплатила, там крышу, крылья и все. И поэтому она к нам перешла, пришла, вернулась. Это наша прихожанка. Мы узнали, посчитали и сказали, немедленно отдать. С ворами дела не имеем. Потому что кто не платит десятину, это не вор. Это святотатис. А где это известно? Десятина святой называется. Это известно Римлянам, 2 глава, 22 стих. Гнушаясь идолом, святотатис. То есть, идол, да зачем он мне нужен? А как же ты у Бога воруешь, Бога ты не посчитаешь? Если идола отвергаешь, Бога посчитай. Святотатис, это то, что посвящено церкви. Из церкви украсть даже агарок нельзя. А ее разворовывают все. Святотатис. И это Богу посвящено десятина, а ты не отдал. Ты святотатис. Не просто вор. Считайте Малахия, там 2-я, 3-я глава. Бог проклинает их, которые не платят десятину. Но надо платить. Мы идем, собираем малину с ребятишками. У меня лагерь детский там. Мы набрали там кружку, ведро там сколько. Идем мимо батюшки, к батюшке заносим. Батюшка, вот принеси десятину. Да у меня своей хватает. Не надо. Ну, благословите тогда. Что бы у нас ни было, мы к батюшке десятину отдать. Он мой брат. У него овечек, доста овечек. У меня нет ничего, кроме дикари, голуби. Да там. И я плащу десятину. Я заранее плащу. В январь наступил, я в первые же дни января батюшке вот нынче опять отдал за год вперед. А всю жизнь платил, по милости Божьей, 9 десятин. Бог меня так провел. Ничего не было. И в то же время все есть. И вот теперь мы считаем дальше. Вот ему ответ какой даю. Так, Татьяна Копылова. Игнатий Тихоныч, спасибо вам, что взяли меня в друзья. У меня нет электронной почты. Я очень плохо владею компьютером. Я с удовольствием заходить на вашу страничку и читать. Ну, слава Богу. Марина Смирнова, город Волгоград. Игнатий Тихоныч, а вы не знаете Ивана Петрова? Ивана Петрова? Да, может и так. Ну, видимо, какой-то он нападает на нее. Мерзости там есть. И вот этот, Сергей Козлов назвал это демон какой-то. Демон, это не человек. Всех заливает такой мерзостью, такие ролики там делает, и что, сатана вылез. Ну, ничего. Не знаю я его, зачем мне знать. Вот. Теперь смотрим дальше. Другая страница. Иван Зуев. Это все вчера пришли. Что он тут? Рождение свыше. Игнатий Лапкин, сын мой, дай мне кровь и дам тебе духа. Бог дает духа призваний. После этого человек должен претерпеть скорбь ради Христа. Далее, если человек претерпевает скорбь... Так, это много, много. Я хочу сказать, просчитайте сами, там, что ему ответить. Вот она где-нибудь. Мелко, сделайте покрупнее, ну, у вас же есть, хоть маленько. Дальше. Мария Дудник, Майя Витальевна, город Сумма, Украина. Вот. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Как хорошо. Все это, голоса маленько видать, но одета, ну, нормальные иконы. Простите, что вас беспокоят. Не знаю, кому и обратиться. Дело в том, что муж остался без работы. На детей денег не платят, помощи неоткуда ждать, хоть снег кушай. Просить стыдно и неудобно, ведь мы незнакомы. Не думала, что окажется наша семья в таком сложном положении. На Божью милость уповаем. Приходится просить о помощи. Прошу пожертвовать, сколько сможете. Будем рады каждой копеечке. Вот номер моей карточки Приватбанка. Смотрите внимательно. Вмируя Дудник, Майя Витальевна, или может у вас есть добрые люди, что могли бы нам помочь. Будем за всех молиться. Простите еще раз. Заранее благодарны. Так, ну вот если в чьё-то сфере расположено, потому что обманывают иногда, я не о них говорю. Здесь один писал, я с женщиной, осталось одна, двое ребятишек. Ну это всюду все. И наконец проверили, это студент медицинского университета. Студент. Прикидывается покинутой женщиной. Ну безобразие просто. Про них я не знаю. Разузнайте, кто может помогить и как. Так, у меня нечем помогать. У меня минимальная пенсия. Пять тысяч, кажется, шестьсот или двести рублей. Шесть тысяч двести рублей. Все, у меня ничего нету. Ни копейки. Ну вот. Теперь мы смотрим дальше. Людмила Ефимовна, более ранее. Запорожье. Прослушала ваше видео о том, как получал новый паспорт. И хочу сказать, что полностью с вами согласна. Вы хорошо знаете Писание и Бог вам открывает истину. И в этом вопросе. Слава Богу. Александр Ломакин, город Белокуриха. Здравствуйте, Игнат Тихонович. А что такое родиться свыше? Вы в одном видео говорите точное число своего рождения свыше. Как вы это поняли? И помолитесь за меня, пожалуйста, чтобы Бог меня очистил и родился свыше. Вот так. Смотрите, я еще раз показываю. Вот наш сайт. А вот для слова Божия нет уз. Это автобиографичная книга. Два священника пишут обо мне. Здесь говорится о том, как я пришел к этому. Как меня Господь избрал. Как благословил. Там все написано. На, вот я написан. На нашем форуме. Вот я. Это ответ. Георгий Мартынов, город Душанбе. Доброе утро, отец Игнатий. Спасибо за кусочек надежды. Порадовали. Хотел бы я жить в такой деревне, но пока живу Душанбе. Не стены делают людей, а люди стены возводят. Так и деревня ваша поднимается и даст пример к тому многим. Вам нужно создать аппарат управления, чтобы был порядок в деревне. Он есть у нас порядок, он создан. Создать фермы по выращиванию сельхозпродукции от картошки до крупного маграгатого скота. Это все у нас и есть. Подумать о том, как эту продукцию хранить, перерабатывать и реализовывать по РФ, по Российской Федерации или соседней страны. Барнаули все привозят, все это у нас есть. Тогда у вас будут рабочие места, доходы, которые можно направить на расширение деревни и дальше деревень. Это нет. Каждый строится сам, как может. Полная свобода. Ничего общего нет. Любит работать. Вот староста приезжает. У него там 4 трактора, там 3 машины, 180 гектар земли. Вчера он был здесь. Он работает. А у другого ничего нет. Он крылья опустил. То его кормить будет. Ну и поселиться надо. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Это качество, как есть. И должны быть люди и деньги, когда разрешат. Быть с бородой, не бритым. Дальше. Ну, главное не спешить. Все должно быть обдумано. Успехов вам в этом добром и славном начинании. Храни вас Бог. Ну, хороший совет. Дальше. Ангелина Губанова, 1999 год рождения. Дом от Новосибирска, с танцами. Ну, ладно, не важно, важно. Что она пишет? Здравствуйте, Тихонич. Не желаете посмотреть мой рисунок к празднику Пасхи? Ну, вот рисунок какой. Еще кто? Андрей Миром Игнатий Тихонич. С возвращением вас. Скажите, а пожелать священнику благословения это не принято православие? Ну, почему нет? Принято. Мне некоторые тут в довольно грубой форме отвечали, что ты... Что ты епископ? Что ли священнику говорить благословение вам? Мне непонятно, на чем это основано. Ведь написано апостолом не к епископам, а к верующим пасты. В церкви, я не понимаю. Ну, дальше пасты, ты вместо, прочитайте, что он говорит. Я тороплюсь, потому что больше успеть. Много у нас тут. Говорит правильно. Дальше. Наталья Новоселова. Сердечно поздравляю вас со светлым праздником. Ведение во храм Пресвятой Бладычицы Нашей Богородицы и Преснадивы Марины. Ну, понятно. Тут материнское благословение. Что еще? Валерочка Неофитская. Неофитская. Вот так. Неофитская. Город Харьков. Что она тут? Доброе утро, Игнатий. Скажите, пожалуйста, как протестанту доказать по Библии, что крещение младенцев необходимо? Ну, протестантам нужно вам доказать, что о крещении младенцев ни одного слова в Библии не сказано. Но так как оно было прообразовано обрезанием, поэтому мы на это ссылаемся. Ярослав. Доброе утро, отец Игнатий. На мне тяжкий грех. Девушка сделала два года назад аборт. Это было неосознанно. До его зачатия были выпившие оба. И потом я ее упросил сделать вакуум. А теперь я осознаю, и мне в душе плохо. Я не могу. Прости, Господи, мне хочется кричать простить им. А я у девушки прощения просил. Но она вряд ли простила. Как бы. Еще сказать. Грех сделаем. Только просить, надеяться на милость Божию, никогда не возвращаться. Если я был крещеный, принять и пить имью. С ней разделить. И все. Получено порядка 20-30 различных Это мне администраторы пишут. Сегодняшним праздником у различных открыток, так как на выставление этого нужна уйма времени, поэтому не выкладываю. Все адресованы Игнатию Лапкину. Видите как. Дальше переходим на другое страницу. Все. Сергей Кольчумов, город Санкт-Петербург. В начале этой недели при выходе на вашу страницу ВКонтакте появилась следующая информация группы. На странице Игнатия Лапкина обнаружен на Сергей Кольчумов. Непонятно, что дальше? В начале этой недели при выходе появилась следующая информация группы. На странице Игнатия Лапкина обнаружена чрезмерная активность и мы ее временно заморозили от попытки взлома. Если у вас есть возможность связать с ним, проинформируйте об этом. А по поводу... Видите, что делают? Это попы делают. Попы делают. Тогда делал это Сергей Дудин из Томска, там где-то, епархия это. Ну, ВКонтакте. Сказал двоим-троим нажать. Они нажали, заблокировали. 1300 человек у меня выкинули. Неделю или сколько заблокировали. Только разблокировали утром, еще ни одного ответа нет. Он опять сказал и все. Это лютые волки. Заблокировано. У меня активность какая-то. Ну, кому какая активность? Активность, меня защищают где-то. Ничего нельзя сделать. Самое мерзкое, богохульное все собралось в церкви. И они ими руководят вот эти попы. А эти-то действительно манкурты. Они, не понимаете, батюшка сказал, нескоря раз нажали. Мне как-то сказали, там есть такой, для нас он еретик, Сергей Журавлев, какая-то новообновленческая церковь, он на Украине-то. Ну, и в Тульской епархии, а его там знали, видно, и взяли, заблокировали. Я как узнал, такой вопль поднял, что вы делаете? Там знакомый священник. Что вы делаете? Разве это можно делать? Они не могут, Сергеянцы, они без властей никуда, через власти какие-то рычаги надо взломать, залезти. Но они не сделали ничего. А он открыл через день, кажется, уже три, разных в разных странах открыл. То есть они помогли ему шире свою ересь распространить. Дальше. А по поводу правдивой информации говорю следующее. Я восторгаюсь людьми, которые, пройдя суровые жизненные испытания, не согнулись по тяготам судьбы. Объединяют людей вокруг себя, воссоздают деревни и строят храмы, где священники, совершая крещение, как крестил Иоанн Креститель Господа Бога, знают, что потеряевки и их паства не оскудеют, а будет множиться год от года. Смотря видеозаписи с вашего сайта, я восхищаюсь вашей титанической деятельностью. Сейте и дальше семена доброго, разумного, вечного. Храни вас Господь. Никто, как Бог. С глубоким уважением организатор первой забастовки в городе Ленинграде 1990 года гвардии старший сержант Кущун. Как отчет по-военному. Слушаюсь и принимаю. Ну, я не могу пустой голове. Что тут? О чем я тут отчищаю? На что? Благословение. Можно священнику давать? Да, давай. Вот ответ. Вот ответ. Видите, как места писания и как красным, жирным выделено. Местописание нужно Библии. Не ко мне человек пришел, а к Богу. Поэтому я отправляю. Что Господь Бог скажет? Дальше. Где не принято, там и не говорите. Но ваше рассуждение верно. Мы можем благословлять даже Бога. И безусловно, что можем говорить, желать благословения всем. Будь то Папа Римский, Патриарх, Епископ или Священник. 1 Параллипоминон 29.20. И сказал Давид всему собранию, благословите Господа, Бога нашего. И благословило все собрание Господа, Бога отцов своих. И пало и поклонилось Господу и Царю. Понятно. Я могу говорить, не говорить. Но когда сказал, что все собрание и призвано благословлять Бога, а не Священника. Ну и что дальше? Псалом 65.8. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Призывается благословлять Бога, а не то, что Священник. Дальше. Данила 3.90. Благословите все чтущие Господа, Бога богов, пойте и славьте бы вовек милость Его. То есть можно благословлять? Вот я дал вместо три свидетеля, которые поговорят так. Дальше. Сергей Иванов. Собором Архистратига Михаила и его молитвенного заступления вам. С праздником введения в охран Пресвятой Богородицы. Пусть Пречистая оберегает вас. Игнать Тихонович, я вам расскажу о случае, который вчера произошел. Я был на семинаре учителей православной культуры. Женщина, которая была одержима нечистым духом, вошла после курсов... Ну то, что она говорила, то есть много читать, я скажу, вы сами прочитайте. Уже это было. Вот. Прочитайте и дальше пойдем. Я отвечаю, куда зайти, где ответ. Людмила Ефименко. Здравствуйте, Геннадий. Спасибо за добавление в друзья. Когда пропала ваша страничка, я искренне загрустил. Это попы сделали. Попы сожрали мою страничку. Общение с таким Божьим человеком, как вы, это дар Божий, это счастье. То есть они перекрывают все, что могут. Сергей Фальковский, город Жиртомир. Это Украина? Украина. Да. Здравствуйте, Геннадий. Хотел у вас поинтересоваться. Вы относитесь к РПЦ? Просто я знаком с отцом Глебом Якуниным и услышал в вашей беседе его имя. Да, у меня еще не опубликовано интервью с отцом Глебом Якуниным. Это исповедник Христов. Когда он был в московской патриархии, патриархия еще помогла им, чтобы посадили его. Это уже теперь все известно. У меня 12 часов, не 12, а 16 часов, 16 часов интервью у него я брал. Вообразите. И это все еще не опубликовано. У меня в архивах лежит. О чем тут? Это страница заблокирована была. А, ну вот я отвечаю, молимся. Елена Пухова-Тарусина. Очень надо вас снова видеть с праздник, Магнат Тихонович. Так, Елене скажу, значит, волосы не трогать, не стричь нигде, и грудь закрыть вот так вот. А вот даже, ну это не годится, совсем никак не годится. О чем тут вопрос? А, бесноватая на собрании женщина. Да, на собрании. Вот что. Вы сами ответили, что так уж Бог допустил, чтобы более разобраться вам в этом вопросе, нужно прочитать в первом томе творения Иоанна Златоуста, монахиста Гирии, ибо он заболел вдруг беснованием, и как это разъясняет вселенский учитель. Дальше. Роман Фроликов. Игнатий Тихонович, радость моя, здравствуйте. У меня все хорошо, как вы поживаете? Игнатий Тихонович, у меня вопрос. В Библии описывается, что Бог истребляет народы. Содом и Гоморру, всемирный потоп, он убивает их. Значит, для Бога убийство не всегда плохо? Да. И еще Бог убил фараона и его войска, пытавшихся пройти по дну моря. Понятно. Дальше считаем. Это какие мне? Дальше, что он говорит? Игнатий Тихонович, радость моя, еще вопрос у меня. Простите, есть ли такой чай? Меня крестили без погружения. Я тогда не понимал, что со мной совершают. Не надо креститься еще раз правильно, или мое крещение все равно совершилось? Не совершилось, ничего не было. Был обманут. Но сам-то исчез, и я его не могу найти где. Наташа Бутусова. День? День, Игнатий Тихонович. С праздником вас. Наконец-то вашу страничку можно увидеть. То есть это заблокирует опять? Меня нигде не видно. Это все Дудин дул это дело. Да простит ему Господь, да не вменит. Разбойники. С праздником введения в охрань Пресвятой Богородицы. Заступничество при чистой и покрова ее во всех путях и трудах во славу Божию. Вот так. О чем? Про Глеба Якунина. Дальше. У меня были неоднократные встречи с отцом Глебом Якуниным. Есть запись с его интервью, которую я брал у него. Это более 10 часов. Это две пленки. Я не знал сколько, посмотрел две пленки. Пленка 8 часов 20 минут. Две. Это 16 часов и 40 минут. Он исповедник крестов. Если его сможете увидеть, скажите, что он все годы в моей молитве всегда. Он герой веры. Отношение к РПЦ мое высказано. Есть на сайте в теме патриархии вопросов и ответов. Прочтите, там все до тонкости есть. Вот я, допустим, говорю, сказал где, а вот вопросы и ответы. Вот слово П Патриархия. Покажи, где. 31 вот. Вот она. Вот она где. Вот я и нажал. Пошли вопросы о патриархии. Вот вопрос. Ну какой-то возьми для примера. Какой том? Ну вот, 1043 том. Сергеянство. Это еле серж. Вот я открыл. Вот дальше ответ. То есть ответы сразу только нажать. Вот смотрите, сколько вопросов о патриархии. Заходите на наш сайт. Вот теперь ответ. Видите, жирным курсивом это места писания. И как сделается? Вот после глава стих отделяется двоеточим пробел, дальше черта, пробел и дальше кавычки открываются. Везде одинаково. Смотрите сколько. Это на один вопрос только отвечают. Это на один вопрос, а их 4124. Ну вот и все. Это заходите. Вот вопрос задали. Я вам сразу отвечаю. Вот. Что-то у меня не получилось. Не сюда. Надо было сюда зайти. Ага. Нет, не сюда. Вот я. Что тут отвечаю? Фроликов пишет. Фроликов отвечает. Что? Для Бога убийства всегда плохо. Да. Еще вопрос. Ну да, я понимаю. Дашь ответ. Война, мор, дарование жизни и отнятие всего, все во власти всей держителя. Как говорит Иов. Креститься нужно обязательно с полным погружением. Мочение не есть крещение, а профанация. Читайте об этом на нашем форуме вот здесь. Дальше. Вот места писания. Вот кто предпринимается создателем, два раза Иеремия, вот места писания. Ответ. Из священного писания должен быть. Валерочка Неофитская. Хорошо, спасибо, Игнатий Тихонович. А можно еще спросить у вас совета? Я почему у вас спросил за деток? Просто мой муж протестант. Мне пришлось в 19 лет отказаться от православия. Я вышла замуж и ушла с ним к пятидесятникам. За 4 года первый ребенок у нас умер через 3 недели после рода. Его я не покрестила. Вторая беременность замерзший плод. Я начала задумываться, что Бог так меня наказывает, что ушла из православия. Да, и у пятидесятника я чувствовал какую-то пустоту и театр. В этом году я принял решение развестись с мужем, так как он не захотел переходить православие и повенчаться. Я развелась, но он ждет меня обратно и чтобы вернулась в их общину. Покаялась. Я люблю его вернулось бы, но не хочу уходить из православия и не представляю воспитания будущих деток, когда мама и папа в разных верах. Вот как быть? Может, стоит вернуться к мужу и в их церковь и выйти ему послушно, ведь в христианстве Бог един. И если все-таки останусь в православии, то смогу ли выйти замуж за православного и венчаться? Не будет ли все это не от Бога осуждения? Видите, если вы придете в православие, вернете в православие, конечно, возвращается, и там не церковь, это секта. Секта, погибельная секта. Это не от Бога. Это Дофана, Верона и Кореи, 16 глава, чисел-то. Ну, а дальше церковь уже вам рассмотрят. Тут брак, если они признаны, значит можешь выйти замуж. А в браках не может быть признан, ни венчана, ничего нет. Это считается не так. Дальше. Ответ. Пятидесятники и иные секты не есть церковь Христова. ответ тут рядом. И там о спасении говорить даже не приходится, без учета написанного во Святой Библии. У них нет епископства, нет, значит, и миропомазания Духа Святого, они о церкви вообще не рассуждают, а где двое или трое, в кавычках, и вся мудрость их кончилась. Если бы вы не были венчаны с мужем, то решить может только священник или епископ. Туда возвращаться ни в коем случае нельзя, там духовная смерть. Тем более у Пятидесятников там беснование сплошное. Там моя духовная родина, хотя я им и не был ни дня. Там получил Святую Библию и покаялся. Покаялся не у них, а в доме, не в собрании. Роман Фроликл. Понятно, Игнатий Тихонович, что Бог имеет власть над своим созданием, но в Библии есть слова Спасителя к апостолам о том, что они не знают, какого они Духа, когда они хотели низвести огонь на оскорбляющих Господа. Тогда как сам Господь низводит этот огонь на Содом и Гоморру. Как понимать слова Господа тогда? Так вы написали Духа с большой буквы, маленькой Духа. То есть, какого настроя вы не знаете. Но если с большой буквы, значит, не знаете, что от Духа Святого. Так и понимать надо. То есть, в Новом Завете не уничтожать надо. Это несовместимо. По второму вопросу значит, не надо креститься. Опять, Иоанна. Спасибо, Игорь Тихонович. Вот и я так думаю. Меня Бог там крестил Духом Святым, как по Библии. Но это какой-то лепет и ничего нового не ощущаю по мыслям и по чувствам. Никакого крещения Святым Духом нету. Просто объяснование. В православии мы не венчаны, только по ихнему пастор благословлял и все. Батюшка с нашего храма сказал, что я могу еще раз выйти замуж и венчаться, но только в православии. Но только в православии. Мне очень жалко мужа, что он не видит в православии истины, но вытащить его оттуда я не смогу. Вся семья его там и для него авторитет это их братья и сестры. Ну все, вопрос решенный. Ответ. Это к предыдущему. Ага. Церковь православная есть апостольская, Христова, а все секты это исповедователи, последователи Дафана, Аверона и Корея. Числа, книга, 16 глава. Это не церковь, хотя сами они многие люди хорошие. Мне их очень жаль. Сходите к батюшке, а к сектантам ни шагу, там смерть для вас. И как скажет батюшка, так и то и делайте. А разрешить может епископ. На месте нужно смотреть. У батюшки власть от Бога, а у сектантов самозвладство гибельное. Андрей. Да. Благодарю вас, Игнат Тихонович. Благослови вас, Господи. Ну вот я же еще немножко пройдем. Ярослав Вишневский. Ага. Доброе утро, Тис Игнатий. На мне тяжкий грех. Девушка сделала два года назад аборт. Ну это было так, это что? Да, это были выпившие. Ну вы говорили, простите меня грех. Он опять повторился. Сергей Фальковский. Уважаемый Игнатий, вы те, которые говорят правду, не боясь предследствий. Да и вам, как бывшему зэку, в кавычках, как и отцу Якунину, бояться нечего. Рад был знакомству с вами, уважением Сергея. Ну да. Владимир Брагинса. Здравствуйте, батюшка Игнатий. Благословите. Замечательный фильм. Мне весьма по душе все, чем вы занимаетесь. Рад нашему знакомству, даже интересному. Интернетному. Даже интернетному, да. Настоятель нашего храма во всех русских святых в городе Ростов-на-Дону, отец Сергий Красников, тоже занимается детскими лагерями. Цель духовно-патриотического воспитания молодежи. Это никак, не патриотическое у нас. Это, я знаю, война там у них все учится. Мы учим их быть просто хорошими христианами и гражданами. Мы ему в этом помогаем, так что наше направление мне близко и знакомо. Дальше. Это про чего? Про аборт. Про аборт, да? Да. Вот читайте здесь. Левит, Коринфянам. Вот ответ, что Бог говорит. Дальше. Если вы были уже крещены, значит грех стадия верующего. Пойти к священнику, нависповать. Если он знает каноны, то наложите пятьюми десять лет отлучения. Правило Василия Великого II. Но не отчаиваться. Как Милл Синанский говорит, согрешить дело человеческое, а отчаиваться дело сатанинское. Сергей Кочумов, Игнатий Тихонович, в моем великом городе живет не только Александр Невзоров, но и многие другие люди, которые борются с властью сатаны. Дальше я много здесь покажу, прочитайте, что говорит он. ПСБ, просто нет, а такому ответ даю. Непонятно? Потом сатана еще будет отпущена. А, в тысячелетнем царстве. Вот оно где. Может, и Китай где-то. Тоже можете просчитать. Введение Иоанн. Тут все это говорится. Ефрат, граница, Израиль. Тут Игорь Кузнецов. Что он? Вот волосы длинные. Зачем? Волосы длинные, это бесчестье. А стричь под бокс. Вот как наши ребята пообразец. Здравствуйте, Игнатий. Мне радостно читать информацию у вас на страничке. Если вам нужна будет помощь, как платная, так и бесплатная, по безопасности в сети интернет, обращайтесь. Да не, не нужно. Мне это не нужно. У нас своих хватает. Дальше. Она уже который раз заходит. Что она пишет? Спасибо вам большое за разъяснение. Можно я буду иногда к вам обращаться, если будут какие-то непонятные вопросы для меня? Так, дальше. Вот я показал откуда. Я отвечаю только один раз, а другой найдет сам. Про фильм, как духовный. Я отвечаю. Про Ростов-на-Дону. В этом году мы были несколько раз в Ростове-на-Дону с благой вестью. Но мне так и не удалось нигде там узнать, где же находится мощь Игнатия Ростовского, чудотворца. Я назвал честь его. Его память по 28 мая по старому стилю. Не могли бы вы узнать где-то в епархии или сообщить мне точно, и может быть, снимок там сделаете? Ну вот еще раз показываю. Смотрите внимательно. Это вот наш YouTube. Здесь что есть. И мы ничего не выбираем. Вот сейчас пока говорили, еще два зашло. Просто на ваших глазах. Вот я давнул Бартер Заглоба. Это два раза он тут. О чем он говорит? Вот смотри, женщина заходит. Это новый ролик. Мы сейчас посмотрим. Бартер Заглоба. Она выключена. Что он тут говорит? Просто показать, как мы узнаем. Считай. Вот первый раз вижу и все засчитываем. Кстати, что вы знаете о том, что изверженный еретик и гонитель Филарет дерзнул прислать на собрание предстоятелей письмо, где своей ложью посмел обвинять законом патриарха Кирилла во лжи. Хотя не участвовал в собрании, поскольку предстоятелем является, но умнит себя изрядно. Ну, я даже до конца и не понял, что я должен делать на это? Что об этом знаете? Патриарх, другое. Какое отношение к этому имею? Не знаю. Ну, не знаю. Это не ко мне. Ну, ко мне вопрос. Ну, сведение такое. Что он еще тут пишет? Вот этот заглоба или как-то. Я даже не знаю, фамилия это или сам себе он что-то придумал. Вот. Видишь, как плохо открывается. ну, нету, не открывается. Надо, не открывается, он не тянет у меня. Вот. Ну, а что он тут пишет? Видно, нет в конце. Почитаю. Что здесь? Поражаюсь, с вашему взгляду, на юридиков, лопопешцев, которых считаете... То есть, что, не ладно, что-то я делаю? Не знаю, поражается просто. То есть, видите, как не сумел я разобраться здесь. Еще кто? Вот я, вот с еретиком, с кем я беседую. Знаете, они открываются иногда, но я все равно постараюсь открыть. Вот он показывает. Не открылся. Сейчас еще посмотрим, что он тут пишет, хоть маленько. Галина Лямкина, благодарю вас, Галина, за данное толкование. Нельзя не заметить, что... Ну, понятно, все. То есть, мы ничего не скрываем, если нормально пишет человек. Еще раз показываю. Вот наша страничка. Сюда заходите можете, Мой мир. Здесь писать можете, зарегистрируйтесь в почту, но только по делу. Ну, а здесь, это, понятно, наш форум. По форуму мы прошли. Все на этом сегодня. Во славу Божию. Благодарю Никита, Володя, что снимали. Спасибо. ige. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...